Я на самом деле стал этим заниматься немного даже случайно, потому что когда я переехал сюда в Москву, поступил в университет, мне просто ребята из церкви предложили, хочешь в этом году поучаствовать в сценке, которую мы будем показывать по детским домам. И я тогда даже понятия не имела, что это именно забота близко, что это именно рождественская коробочка, потому что мне сказали сценка и сценка. Ты кем был зайчиком, Мишкой? Такой большой кучерявый мальчик. Он был ангелом, архангелом, Михаилом. По-моему, если я не ошибаюсь, я был каким-то Иосифом. Каким-то Иосифом, который, допустим, отец Иисуса, но каким-то просто сторонним человеком, персонажем Иосифом, который жил в то время. Вот. Но если я все правильно помню. Вот. И как-то начал, ну, репетировали сценку, потом начали ездить по детским домам. И потом как-то все, проект закончился. Мне вроде бы интересно. Вот. Ну, и я как-то остался. Вот. Но из-за того, что... А что тебе было интересно? Ну, вообще меня вот эта проблема... Интересен сам процесс театральной работы? Нет, нет. Или именно все-таки общение с ребятами или все вместе? Да. Общение с ребятами, потому что театральный процесс, он отошел уже на второй план, потому что... Ну, меня, в принципе, всегда проблема это интересовала. Вот. И, ну, не только... Проблема детей-сирот? Социальные проблемы, да. Откуда? В семье об этом говорили или как-то? Ну, я сам воспитывался бабушкой. Вот. Без родителей, потому что они погибли. И как-то, может быть, поэтому эта тема мне близка была. Может быть. Ну, я понимал, что все-таки воспитываться бабушкой, да, или воспитываться в детском доме, это тоже две большие разницы. И точно так же, как большая разница воспитываться родителями или воспитываться бабушкой. Вот. То есть, тут такое сразу... сравнение. Вот. И из-за этого я хотел тоже как-то послужить, как-то помочь, пообщаться, поучаствовать. Ну, у тебя хорошая бабушка. Ты, глянь, какой хороший большой мальчик вырос. Спасибо бабушке. Бабушке привет. Как бабушку зовут? Варвара Афанасьевна. Варвара Афанасьевна, низкий вам поклон. Поклон вам. И долгих вам лета. Спасибо. Да. Хорошо. Вот. И потом, из-за того, что у меня все-таки еще учеба, я не смог постоянно ездить с командой, потому что тогда выезды были по субботам. И... Но я остался вот именно событийно. Когда Рождество, когда Пасха, когда еще какие-то мероприятия. Вот. Потом, когда киномания началась тоже непостоянно, да, но время от времени я получалось помогать. Вот. И как-то так я попал. Вот. И потом был перерыв небольшой. Вот. А сейчас предложили активно поучаствовать. Ну, я и согласился. Скажи, а ты стал кому-то другом, наставником? Вот именно из-за того, что я не ездил постоянно, то есть только... Периодически присоединился. Да. Вот. Из-за этого другом и наставником я никому не стал. Становись, Никита. Становись. Тебе есть что рассказать, конечно. Конечно.